Амгинский район 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 Оленевского района и приглашают на площадку стартовый состав Амгинского Улуса. Галина Стрекаловская, Аина Данилова, капитан Ольга Макарова, Туяра Емельянова, бессменный лидер команды Амги, тоже опытный игрок. Либера Анжела Алексеева и Алина Шестакова. Сегодня у нас заявлено в стартовой шестерке. Молодой игрок с высоким ростом. 95-го года рождения. Как видим, ну еще Викторию Нестерову не назвали. Как видим, Клавдия и Аина пока на скамейке запасных. Пока будут себя беречь по возможности. Римма Долгунова-Ядреева пока, к сожалению, под вопросом. Вообще участие в этих играх. Оленек, девочки тоже на площадке. Черно-малиновая форма. Обеспечили себе выход в следующую стадию. И сегодня определяется место в группе. Место в своей группе, из которого будет исходить их соперник по четвертьфиналу. Девушки Якутска и Мегина Конголасского Улуса ожидают наших амгинок и девушек из Оленекского района. Первая атака в исполнении Саши Павловой. Улетает мяч в аут. Первое очко записывают в свой актив девушки Амги. Судья на линии уверенно вскидывает флажок вверх, что означает вне площадки. Сильная подача Туяры Емельяновой, с которой не справляется команда Оленька. Оленек команда молодая, но уступает по компоненту рост. Судя по техническим заявкам, всего два игрока ростом выше 170 сантиметров. Что касается Амги, то мы знаем, что там половина девушек 170 и выше. Смотрим на повторе. Атака у Ольги Макаровой. На подаче Оленек. Либера сегодня в белой майке у Оленька. Это Татьяна Захарова. Справляется с очень сильной атакой, но, как оказалось, не до конца. Галина Стрекаловская. Одна из сильнейших разыгрывающих нашей республики. Мать двоих детей вернула свою спортивную высокую форму. И сегодня в стартовом составе первой команды Амги, хозяйки наших спортивных игр народов Якутии. Счет 4-1. Посмотрим, что придумает разыгрывающая команда Оленька Анна Сутакова. Предположим, что, смеем предположить, что Оленек, вот Анна Сутакова на ваших экранах, будет гнать свою линию игры. Конечно, такая подача в эту линию очень успешно вписывается. Даже Либера не смогла принять от Анны Сутаковой подачу с вращением. Ну вот, с ударом Ольги Макаровой пока в защите не справится. Ольга Макарова. Капитан команды Амги. Лучший игрок всех крупных турниров нашей республики. Завидным постоянством. Она достойна этого звания высокого. Магистран Северо-Восточного федерального университета Уроженко в село Покровки Амгинского района. Алина Шестакова завершала комбинацию. И счет становится уже 7-3. Успешное нападение в исполнении Александра Павловой. Укоротила удар свой и попала под первую линию. Там на подстраховке девушки не успели перестроиться Амгинки. 8-4. Алина Шестакова. Вот какие эмоции, какую радость приносит девушкам Оленька каждое заработанное очко. Вообще стоит отметить, что в Амгинском районе очень серьезный подход по подготовке к этим играм. Мы наблюдаем. Если судить по футболистам в мини-футболе. Футболисты Оленька тоже оказали очень достойное сопротивление. И сам факт того, что они пробились в финальную стадию игр народов Якутии по волейболу. Это тоже не мало значит. Валерия Иванова была на подаче. Мяч на площадке. Туяра Емельянова. Не на силу, а на точность. Бьет ровно туда, где защитника Оленька не оказалось. 10-6. Мяч, к сожалению, улетает за пределы площадки. 7-10. Оленек сегодня девушки рассказали, что готовы поймать свою игру и нажимать на свои сильные кнопки, если образно выразиться. В этой группе, как уже упоминала в начале, за бортом оказалась неплохая команда из Верхневилюйского Улуса. Команда была значительно усилена привлеченными игроками. Но, тем не менее, вчерашняя встреча Верхневилюйск Оленек расставил здесь места. Ну, что-то собираются менять в своей игре девушки. Ну, пока смотрим Викторию Нейстереву на подаче. Тоже одна из сильнейших волейболисток Якутии. Сама тренер по волейболу сейчас в ПСШ. Зарабатывает уже которое очко своей сильной подачей. 15-7. Что придумает Галина? Атака с третьей зоны, с которой справляется защита команды Оленекского района. После ошибки Оленька очко 17-е в активе АМГИ-1. Сборная команда ОМГИ-2, к слову, тоже успешно выступает. Тоже девушки вышли в четвертьфинал. И пока у девочек перерыв, давайте расскажу итоги сегодняшнего игрового дня. Среди женщин Мирненский взяли вверх над Чуропчой 3-1. Амгинский 1-3-0 выиграли у Верхневилюйска. Якутск. Якутск встретила трудности в игре с Мегино-Кангаласским районом. 3-1 выиграли. Лёгминский район выиграл у АМГИ-2. И Мирненские девушки тоже не без сложностей прошли, ну, выиграли у девочек из Намского района 3-1. И сейчас заключительная встреча в женской сетке АМГА-1. Оленек на ваших экранах. Попадание. Попадание на площадку. 19-7. 19-7. Виктория Нестерева. Виктория Нестерева. Оленек вот после долгого простоя совершает активное действие, которое увенчается успехом. И сейчас будем надеяться, что это сделает какой-то толчок в их игре на подачу Клавдии Федорова. Мяч в поле. 9-19. Разница пока в 10 очков. Но мяч, что называется, круглый. Вот вы видите подачу. Очень, кстати, помогает Оленьку подача. И уже. 11-19. 10-19. На подачу команда АМГИ. Туяра Емельянова по 10 номеру. Сегодня мужчины АМГИ вышли из своей группы с первого места. Вышли уверенно. И будут в четвертьфинале играть с командой Лёгминского района, если не ошибаюсь. Но уточнения будут. Итак, Оленек берет свое 11-е очко, но ошибается на подаче. Вот такую картину мы сегодня наблюдаем часто. Команды с подачей пока не справляются. То ли, может быть, посторонний шум от болельщиков мешает. Может, еще всего второй день кто-то производил всего первую игру. И, возможно, не до конца прочувствовали размеры площадки, высоту, расстояние от линии подачи, от стены. Тут много нюансов, которые подающий игрок, невзирая ни на что, должен все учесть. Вот Галина Стрекаловская, одна из самых стабильных подающих вообще в волейболе. Жалко, не удерживают ее подачу. Омгинки на счет 12-23. Теперь Анна Сутакова будет вводить мяч со стороны Оленька. Было ли касание блока? Вот в чем вопрос. Судьи, видимо, определяют касание. Ну и нам тоже так показалось. Хотя с этого ракурса как будто и было выше блока, да? Но судьям виднее. Ольга Макарова на подаче 24-12 подает на партию. И ее завершает. 25-12. Мамгинская команда. Можно сказать, вторым составом. Без особых проблем справляется со своими соперницами из Оленекского национального Венкийского района. Игры, напоминаю, по рекламенту на играх народов Якутии. У нас волейбол состоит из пяти партий. Для победы в игре необходимо выиграть со счетом 3-0, 3-1, 3-2. Что касается мужской сетки. Итоги второго дня соревнований. С утра первую игру у нас сыграли Ленск-Среднеколымск. 3-0 был счет. Ленск, команда города Ленска сейчас только что в напряженнейшей борьбе выиграли команду Мегина-Кангаласского района. Со счетом 3-1 Мегина-Кангаласским бравым ребятам удалось взять одну партию. Хотя могли, конечно, и довести дело до пятой партии. Далее после Ленска играли Усть-Олдан Нерингри. Усть-Олдан со счетом 3-0 выиграли и обеспечили себе место в четвертьфинале. Вышли с Амгой из своей группы. Намский и Татинский выиграли 3-0. Чуропчинский-Якутск тоже была очень зрелищная игра, претендующая на матч дня. Это Чуропча-Якутск среди мужчин. Пятая партия, как водится. И в пятой партии Чуропча оказалась сильнее. Это на стадии группы. Далее Ленский-Мегина-Кангаласский. Я уже сказала 3-1. И вот самая последняя, завершающая игра второго соревновательного дня. Игры народов Якутии. Село Амга. Спортивный многофункциональный зал Амгинской Дю США. И мы видим на площадке, внимание, Клавдию Павлову. У всех, думаю, отлегло от сердца. Слава Богу, девчонки быстро пришли в себя и даже возвращаются на площадку на радость своим зрителям, на радость болельщикам и всем поклонникам волейбола. Заставили поволноваться, конечно, девушки. И очень рады, что с девчонками все хорошо. Все обошлось. Сразу Клавдия атакует со своей зоны. Однако первое очко в этой партии достается вот этим вот девочкам из Оленекского района. 1-0 на подаче Светланы Степанова. Клавдия на подаче. И сразу же, недолго думая, начинает вносить свою лепту в общекомандную победу. Мяч показалось, что задержится в игре, но только показалось. 3-1. Амга впереди. Клавдия с дикциона подачи. На очень достойный ответ в исполнении команды Оленька. Вот такой между зонами. Ой, на площадке наблюдаем также Аину Жирготову. Поздравляем с дебютом на этих играх Аину. И также пожелаем ей только крепкого здоровья. Аина Жирготова под девятым номером. Атаки с третьей зоны. Победно вскинутый кулак. Это все Ольга Макарова. Можно и так, без особых усилий, зарабатывать очки. Табло у нас беспристрастно. Сколько бы вы силы не вложили, глупому табло все равно, да? Главное, чтобы очко вперед переворачивалось. 6-2. 6-2. Алина Шестакова. Высокая, молодая. Будущее амгинского волейбола. И при счете 2-7 мы слышим судью-информатора, Оленек, с целью прервать вот этот настрой, вот этот ритм, который набрали амгинки. Берет перерыв. У воспитанниц в лагере Марии Руслановны все спокойно. И девушки возвращаются. Посмотрим, какую-нибудь пользу этот перерыв для команды Оленька. Он принесет, не принесет. Алина Шестакова. На подаче не ошибается. И будет атака амги. Вновь Ольга Макарова. С короткого паса сильного удара не получилось. Зато вот такая быстрая скидка от Галины Стрекаловской. Галя не устроилась Стрекаловская. Тут очень опасное столкновение под сеткой. Хоть бы обошлись дальше без каких-либо травм, столкновений. В мини-футболе вчера тоже очень драматичные случаи были. Травмы, из-за которой игроки покидали соревнования. Все это очень грустно. Игроки все, люди семейные, работящие, оставляют работу, дом. Вкладывают душу, силы, средства. И хотелось бы, чтобы у всех в дальнейшем только успешно, удачно сложилось. Удалось всем себя сберечь. И вот 9-3. Оленек берет третье очко и на подачу Клавдия Федорова. Не вовремя похватились девушки. Можно было, наверное, оставить на третий пас. Аина Жирготова. Приносит свое очко для своей команды. 11-3. Пока полностью под диктовкой команда Амги. Как и ожидалось, проходит данная встреча. И будет очень неожиданно, если Оленьку удастся взять партию. Это будет локальный успех для команды Оленька, если смогут отбить хотя бы одну партию у такой сильной команды Амги. При этом сильные, высококлассные команды, вроде вот Амги-1, да, имеют свойство прибавлять в зависимости от соперника. И, конечно, сейчас выкладывается только процентов на 80 в игре против команды. Классом чуть ниже. 12-13-4. 13-4 на табло. Ну и быстрая скидка от Виктории Нестеровой. Мы помним ужасающие силы, удары, нападающие от Виктории Нестеровой. Причем удар левой рукой будет сильнее многих ударов правой рукой многих игроков. И тут немножко они разобрались со второй передачей девушки. И пятый очко в копилку Оленька. Тут можно, наверное, ставить себе близкие задачи девушкам Оленька. Дойти до 10, потом дойти до 15. А там и вовсе можно на 20 замахнуться. Вот уже шестое очко у команды Оленька. 6-14. Плава. Плава. Внушительный по силе, но неточный удар получился. На подаче игрок команды Оленевского района Елена Сергеева. Девушка всего девушке 22 года. Будет ли атака? Оленька нет. Девушка обменивается скидками. И вот удар, который мог бы все решить, но нет. Оленек вытаскивает. И снова. И еще раз. Но вот тот самый обидный момент, когда все сделано для того, чтобы мяч ушел к соперникам, на сторону соперника. И в какой-то момент дергается рука. Ну, хотя бы подарок. Редкий случай, когда Галина Трикаловская ошибается в подаче. 9-15. Сильная подача у Павловой получилась. Но не более того, да. Очко вновь остается за игроками в белой форме. За командой Амги. Амгинский 1 написано у нас на экранах. Первая команда Амгинского района. Тренер Волохарева Мария Руслановна. Тренер Волохарева Мария Руслановна. Тренер Волохарева Мария Руслановна. Тренер Волохарева Мария Руслановна. Вот девушки считают, что свою игру еще не нащупали. Будем ждать от них тогда дальнейшего прибавления в качестве игры. Вот такой прием. И атака со второй линии. Но даже если у команды есть какой-то определенный стиль игры, свой стиль, то против Амги 1 раскрываться бывает очень сложно. Не то, что там свою игру, себя найти бывает трудно. Вот и 10-е очко подоспело для Оленекского района. 10-е очко есть. Можно замахнуться на 15. Светлана Степанова на подаче. 99-го года рождения волейболистка. И Клавдиус Павлову сейчас увидим. Попадает. Оленек попадает. Судья все видит. Пустая первая зона. Оказалась под прицелом Оленька. И уже 11-е очко. 11-18. Ну да, лучше, чем в первой парте играют девушки. Но Амга, Амга уже пробует свои короткие удары. Первый темп, он еще будет нужен на последующих стадиях. Напоминаю, в четвертьфинале с большей вероятностью встретятся Амга, Мегина, Конголаски и Якутск, Оленек. Кроме них вышли команды Мирный, Чуропча. Анна Судакова на подаче. Сегодня представляет Оленевский район. Сама из села Алтан, Амгинского улуса. Тоже Амгинская школа волейбола. Представитель. 20-13. 7 очков отделяет команды. Уже 6. Так близко еще не подходили в концовке партии девушки. Давайте посмотрим, что покажет площадка второй партии. Напоминаю, идет заключительная игра между командами Амги и командой Оленекского района в рамках групповых игр. Седьмых спортивных игр народов Якутии. С завтрашнего дня начнутся четвертьфиналы, а далее полуфиналы и финалы, которые мы все покажем в прямом эфире. А пока оставайтесь с нами. Сегодня у нас был насыщенный день по волейболу. Увидели очень красивые игры. Среди которых, несомненно, самая интересная была встреча Чуропчи и города Якутска среди мужчин, где Чуропча выиграл со счетом 3-2. Все 8 четвертьфиналистов среди мужчин определились. И вот среди женщин тоже осталось расставить места в подгруппах. Задумали какую-то комбинацию девушки Оленька, но в итоге получилось, что запутали сами себя. Атака с третьей зоны, с которой Амга справляется. И Амга со второй линии, Клавдия Павлова, приносит 22-е очко команде, 23-е очко Амгинскому району. Успевает, успевает Оля Макарова. Молодец. Здесь два касания. 16-23. Можно на 20 уже ставить планы. Уже 17-23. Кто как думает, у кого какие ставки. Возьмет ли, перейдет ли за 20-очковый рубеж команда Оленекского района. А на подачи Клавдия Федорова. 17-23. Чем больше очков набирает Оленек, тем нам, зрителям, интереснее. Но такие моменты в волейболе тоже бывают. Бывает, что даже прибежали все в шестером, а мяч приземлился между ними в кружочке. 24-17. Саша Павлова атаковалась в четвертой зоне. Но в конце все равно выигрывает ОМГА-1 со счетом 25-17. Не удалось записать в свой актив 20 очков партии. Но ничего, все впереди. Впереди у нас третья партия. Последний шанс, где можно исправить все свои предыдущие ошибки и попробовать бороться дальше. Это я касательно команды Оленька. Что касается ОМГА-1. Пока действия кажутся успешными, девушки выглядят в хорошей форме. Спокойно гнут свою линию атак. На защите хорошо доводят мячи. И самое главное, в хорошем настроении улыбаются. И что нас не может не радовать. Римма Долгунова-Ядреева. Тоже, слава Богу, в игровой форме. Многофункциональный спортивный зал, который с утра пораньше, с 9 часов утра, принимал и принимал зрителей. Сейчас постепенно пустеет. Остаются самые преданные болельщики. Ну и, естественно, игра команды-хозяйки всегда вызывает повышенный интерес у публики. Поддержка полная, обеспечена, что для девушек, так и для мужчин. И поэтому на недостаток внимания мы не вправе жаловаться. Волейбол всегда является украшением спортивных игр народов Якутии. И финальные игры по волейболу всегда не оставляют, не оставляли никого равнодушными до этого. И не оставят, надеюсь, в этом году. АМГА 2019 в самом разгаре. Сегодня у нас торжественное открытие игр состоится. И завтрашнего дня уже финалы в игровых видах спорта. Начинаются четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Сегодня уже были финальные забеги по легкой атлетике. Идет борьба на многих площадках. Приветствуют, шлют свои горячие приветы команды АМГИ. Третья партия. Счет 1-0 в пользу Оленька. Немножко тут не хватило для того, чтобы мяч перешел сетку. 1-0 на подачу Оленек Клавдия Федорова. Мы уже заметили, что Клавдия всегда набирает очки с подачи. Очень сильная подача у игрока. Но вот такие вот удары пока еще волейболистка Маленька не удавались сегодня. Да и мало кому, наверное, удаются. Потому что атакует Ольга Макарова. Лучший игрок чемпионата Республики. Какого года, неважно. Всех последних пяти лет, по-моему. 3-1. Оленекский район пока что впереди. Валентина Шостакова ввела мяч в игру. И вновь как на перемотке. Завершает волну Ольга Макарова. На этот раз очко Амге. Большой аут. После этого удара 4-2. Анна Сатакова на подаче. Еще раз пробует Амга атаковать с четвертой зоны. Но там у Айни Жирготовой удар немножко на мяч съезжает с руки. И 5-2. Разве что только подачами могут набрать Оленек. Хотелось бы у них увидеть атаки. Хороший прием и доводку. И запланированную, задуманную комбинацию. А не такие вот случайные успешные эпизоды. Оля Макарова на подаче. Счет 3-5. Амга бросится сейчас догонять. Вика Нестерова. Одиночный блок Виктории. Особых сложностей никогда не представляла. Счет 4-5. Напоминаю, если вы пропустили начало наших трансляций. У нас идет заключительная игра групповых стадий по волейболу. Второй соревновательный день. Игр народов Республики Саха-Якутия. Девушки МГ-1 встречаются с командой Оленекского района. Обе команды уже вышли из своей группы. И сейчас идет игра за определение первых-вторых мест в группе. Тех, кто выйдет с первого места, ждет команда Мегина Гангаласского района. А те, кто займет второе место в этой группе, встречаются с командой города Якутска. Пока по состоянию на сейчас, в четверть финале, нас ожидают игры ОМГа Мегина Гангаласский и Оленек Якутск. Девушки Мегин Гангаласского района в четырех партиях уступили Якутску. И очень хороший имели шанс в четверть финале, если бы вышли с первого места из своей группы. Вообще, каждая игра в этом зале, на этих площадках претендует на определяющую, потому как группы четыре, в группах по три команды, и за бортом остается только одна команда. Две первые выходят в следующую стадию в четверть финал и попадают в восьмерку сильнейших. А те, кто остался за бортом, остаются оспаривать места с девятого по двенадцатые. Игры народов Якутии. Площадки представлены двенадцатью сильнейшими на данный момент командами по волейболу. Отборочные игры, мы все помним, проходили в 2018 году. По двум лигам были разбиты все команды республики. Тридцать одна команда принимала участие в отборочных турнирах. И вот двенадцать сильнейших встречаются в июле. В июле девятнадцатого здесь играют, показывают на все, на что способны. Все, на что способны. Ну, Амгу не остановить. Третья партия, одиннадцать пять. Оля Макарова уже пятую подряд или шестую подачу подает сейчас. Амгинцы молодцы, очень сильно поддерживают своих девочек, своих мужчин. Все держатся очень сплоченно команды. И хорошо, что объекты расположены недалеко друг от друга. Рядом на площадке идет пляжный волейбол. Идет аэробика на площадке. В спорткомплексе «Дружба» тоже недалеко идет соревнование по мини-футболу. Рядом школа номер один, где тоже команды расположились, делегации. В общем, все компактно, близко. Можно обойти за час несколько объектов, посмотреть, полюбоваться, получить удовольствие от спорта, от игр. И, в частности, у нас от волейбола. От удара не будет, но даже скидка от Клавдии Павловой. Он не выглядит легкой прогулкой. Амга берет 14-е очко. 14-5. А вот это уже интересный случай. Интересный случай. Одиночным блоком Викторию Нестерову закрывает. А, нет, двойной блок. Двойной блок, да, это уже сложнее. И сразу за ним последует везучая подача. Или так было задумано, да, Саша? Сейчас посмотрим. А вот, к сожалению, мяч улетает в аут. Хотел очередовать Александра Павлова. После короткой подачи подать далеко под линию. Ну, а Аина Жирготова показывает, как надо было подавать, чтобы сразу два очка подряд подачей зарабатывать. 16-7. 17-7. Превосходство Амги составляет уже 10 очков. Концовка для них все ближе. А для Оленька пока что начало партии. 18-7. Волейбольная семья Жирготовых известна во всей республике. Айсен Жирготов старший тренер сборной команды республики Саха-Якутия. Как взрослый, так и по юноше. Сейчас играет в качестве либера в команде намского улуса. И вот Аина сейчас усиливает игру команды Амги-1. То же самое можно сказать о семье Павловых. Николай Павлов также игрок команды намского улуса. А его жена Клавдия Павлова сейчас блистает в команде Амги. Красивый розыгрыш. Хотелось бы таких побольше. 10-18. Но девушки играют в свою силу. Главное, что с хорошим настроением. Клавдия Павлова. Клавдия Павлова. Третий раз подряд играют через Клаву. На защите хороша Аина Жиркотова. И с четвертого раза на характере Клавдия приносит команде Амги 21 очко. 21-11. 12-21. Мы помним, у Клавдии Федоровой не слабая подача. Сейчас посмотрим, возможно, удастся внести какие-то яркие краски в нашу встречу. И вот в подтверждение моих слов подача, с которой не в силах справится Либера. Ну и после нее сразу следует такая ошибка. 22-13. Стабильно высокий уровень волейбола. Пока не удается поддерживать команде Ленекского района. Только вот одиночными побегами, нападениями зарабатываются очки. Или вот таким одиночным блоком. 178 рост капитана команды Ленекского района Александры Павловой. Мяч в игре. Амгенки подумали было, что заработали очко. И это сыграло с ним злую шутку с ними. 15-22. И, возможно, неожиданное воскрешение команды Ленекского района. Не то чтобы из пепла, но из какого-то ступорного состояния. Хотела бы я сказать. Но, к сожалению, Амга-1 мчится просто к своей победе со счетом 3-0. Третья партия 23-15. Сколько раз еще можно было отбивать этот мяч? Как тренировка боксеров с грушей получилась. С мячом по сетке. Алина Жестакова. 24-15. Кто поставит точку? Хотели мы спросить. Да пока не сдается. Аленек 16-24. Может быть, сейчас удастся покорить злополучные. 20 очков на табло. 16-24. А почему бы и нет? Но нет никаких. Почему, говорит Ольга Макарова. Потому что это Амга-1. Это победа, которую ждали трибуны, которые прогнозировали мы с вами. И победа, которая открывает двери в четвертьфинал с первого места в этой группе. Завершаются групповые стадии у женщин и у мужчин по волейболу. Игры народов Якутии в селе Амга. И с завтрашнего дня начинаются самые интересные, уж точно не менее интересные игры в рамках плей-офф по волейболу. Национальная вещательная компания САХА планирует показать вам все финальные игры. С вами была Татьяна Иванова. И до встречи завтра.